Для того, чтобы наш разговор был более продуктивным, я решила задаться вопросом, что такое катастрофа, и совершила маленький интернет-сёрфинг или интернет-поиск по различным словарям, которые дают определение того, что такое катастрофа. Хотя для нас с вами не представляет, наверное, никакой сложности определить для самих себя, что это такое, тем не менее гораздо проще ориентироваться на уже готовые образцы мысли. Если вы посмотрите на все эти определения, вы увидите, что речь идёт о каких-то довольно массовых катастрофах, которые имеют социальную или культурную природу. Но вот здесь есть словарь иностранных слов, где речь идёт о том, что катастрофа – это преимущественно то, что происходит в литературных произведениях. Здесь есть высказывания, которые говорят о том, что катастрофа – это то, что происходит с какими-то природными явлениями. И для смеха я вам приведу ещё одно определение, которое есть в словаре терминов МЧС. Катастрофа – это крупная авария, повлёкшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, либо разрушение, либо уничтожение объектов материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшее к серьёзному ущербу окружающей природной среды. Как видно из всех этих определений, под катастрофой понимается какое-то чрезвычайно важное происшествие, которое имеет некоторый трагический характер для всех его участников. Возможно, даже для тех, кто не является непосредственным участником, но тем или иным образом связан с произошедшим. Впрочем, как вы видите, эти словари дают очень маленькие определения, буквально в одно предложение. И поэтому они не объясняют очень многое, что касается причин, предпосылок, последствий, катастрофы. А у нас с вами вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это то, как жить после произошедшего. Поэтому за базовое мы возьмём вот это определение. Оно некоторым образом более поэтично, метафорично, но оно отвечает нашим задачам в большей степени. Итак, за несколько часов или даже секунд жизнь жертв катастрофы меняется навсегда. Торнадо проходит, извержения вулканов застывают, общество, порождённые из стихии, вынуждены учиться жить с последствиями разрушений. Трагические последствия катастроф ставят перед нами множество вопросов, которые можно свести к трем, и это, пожалуй, самое важное. Причины, почему это случилось, реакция, насколько нам удалось справиться с ситуацией, и самое существенное – последствия, что может и должно произойти в будущем. Мы хотим разобраться с тем, как общество справляется с травмой, вызванной катастрофой. Бедствие будет воспоминание, и, находясь за границей нормального, бедствие становится симптомами или синонимами тревоги и коллективного стресса. Это определение, которое было дано в статье «Длинная тень беды общественной и политической памяти катастрофе» в сборнике, посвящённом преимущественно социальным катастрофам. Исходя из этого определения, как видно, нас интересует не что собой представляет катастрофа, не механизм её разворачивания, не хроника событий, но как люди в коллективе или индивидуально живут после неё. Почему нам это важно? Я предлагаю нам всем исходить из следующей мысли. Мы живём в глобальном мире, в нём есть юридические границы, но социальные и культурные ограничения не всегда кажутся объективно существующими. Мы не всегда готовы смириться с тем, что мы существуем исключительно в границах одного общества или одной культуры. В качестве примера можно привести наши обыденные действия. Мы покупаем вещи в онлайн-магазинах, которые торгуют именно по всему миру. Мы слушаем музыку, которую записывают различные музыканты, исполнители со всего мира в глобальных музыкальных корпорациях. Мы смотрим и снимаем кино, которое рассказывает о нас всех, вне зависимости от национальной специфики. И мы смотрим это кино по всему миру. И по телевидению транслируются передачи, снятые по одним и тем же форматам. Например, ситкомы, всеми любимые сериалы, это стандартное приложение на российскую почву, американских форматов и так далее. Соответственно, мы можем считать себя огромным массовым обществом, размером со всю человеческую цивилизацию. И это значит, что любая массовая катастрофа потенциально может отразиться на каждом из нас. Опять же, потенциально это означает, что последствия этих катастроф находятся в каждом из нас. И каждый из нас травмирован, наполнен иногда неосознаваемыми болезненными переживаниями. И в этом смысле эти переживания не могут не влиять на наш каждодневный образ жизни, на наш образ мысли, на наши оценки, которые мы даём действительности. Даже если мы это не всегда осознаём. Во многом наше мировоззрение, и в том числе мировоззрение каждого из сидящих здесь, даже в том числе самых юных слушателей, это результат переживаний прошлых поколений. И для того, чтобы избежать негативные последствия этих переживаний и этих ситуаций, нужно предпринимать какие-то очень важные шаги. Одной из серьёзнейших катастроф прошлого, которая не могла не повлиять на всё человечество и влияет до сих пор, является социальная катастрофа преступлений против человечества, то есть геноцид. И именно эту проблему мы возьмём сегодня как титульную. В общем-то, это довольно симптоматично, это знаково, потому что в этом году, как вы знаете, исполнилось 70 лет освобождению Освенцима. Освенцим это в некотором смысле конкретно концентрационный лагерь, но это, конечно же, символ и Холокоста, как уничтожение одной определённой нации, и вообще всех совершенно неудоедских и кровавых мероприятий по уничтожению, массу уничтожения людей, которые предпринимались в рамках Второй мировой войны. В этом же году, буквально вчера, был день памяти армянского геноцида, 100-летия армянского геноцида, осуществлённого Османской империей. И таких катастроф, дискриминаций в XX веке происходило довольно много. Все они кажутся нам сегодня частными примерами, то есть это происходило где-то в конкретных регионах, в конкретных странах, в ходе конкретных событий, и мы можем от этого как бы откреститься, потому что если мы не принадлежим к какой-то нации, которую уничтожали, если мы не принадлежим к социальной группе, которую уничтожали, то, соответственно, кажется, что это происходило и не с нами, и нас никак не касается. Но, тем не менее, мы будем использовать именно эти случаи, именно эти вопиющие преступления, как иллюстрацию той жизни болезненной, травматической, которую могут потенциально иметь все носители всех культур, так или иначе переживших этот опыт. Тем более, что этот опыт дискриминации может коснуться каждого. Я сейчас хочу поиграть с вами в маленькую игру, она займёт одну минуту. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто носит очки. Спасибо. А кто умеет читать? А кто знает иностранный язык? А кто живёт, хотя, может быть, и не прописан в городе? Кто имеет высшее образование или стремится её получить? Ну, я вас поздравляю, вы бы все были уничтожены кампучийским режимом в Камбодже, Красными Кхмерами. Этот прекрасный, хотя и ужасный пример доказывает, что на самом деле подобное случалось постоянно, подобная ситуация уничтожения и распространения массовых характеров уничтожения становится всё более актуальным для XX века, когда люди изобретают множественные способы убийства себе подобных, и это не означает, что с нами такими прекрасными это не произойдёт, только потому, что мы живём в более цивилизованном мире. Итак, жить после катастрофы, и катастрофы социальной, это прежде всего жить, будучи травмированным. Для того, чтобы понять, что это значит, нужно, как говорят врачи или психологи-психиатры, ознакомиться с симптомами. Что такое травма? Травмой, как вы видите, могут стать последствия такой катастрофы, которая происходит на мгновение раньше, чем необходимо для того, чтобы стать частью нашего опыта. Значит, катастрофой может стать такая цепь событий, которая не распознаётся нами как зло, как что-то страшное и недопустимое. Иными словами, мы можем наблюдать за определёнными событиями, не вполне осознавая, что они необходимо приведут к каким-нибудь страшным последствиям. Сейчас у нас маленькое переключение, вы будете с ним сталкиваться довольно часто. Я вам хочу показать вот этот видеоряд. Мы увидим выражение радости на их лицах. Я думаю, что у многих может возникнуть ассоциация с подобными же эмоциями у молодёжи других стран и других периодов. Не говоря уже о том, что то, как изображаются улыбающиеся, воспитание Гитлер-Югент крайне похоже на то, как изображался улыбающийся пионер в 30-е годы. И это не может не пугать. Итак, это в некотором смысле первая характеристика травмы. Мы не видим, какие конкретные события могут привести к каким катастрофам. Второй очень важный симптом. Травматическими нередко становятся такие события, которые настолько экстремальные, радикальные, не похожи на нашу повседневную жизнь с её обычными переживаниями и представлениями о нормальном, что нам трудно поверить, будто бы в действительности это происходило. Иными словами, нам могут рассказывать про массовое уничтожение, массовое убийство, про массовые несправедливости, но это настолько не похоже на то, что мы видим вокруг себя ежедневно, или на то, к чему мы привыкли, или на те нормы отношений между людей, которые мы считаем нормальными, что мы не очень можем в это поверить. Мы можем попробовать, но это абсолютно не гарантировано. Более того, на протяжении XX века почти все социальные катастрофы придавались переосмыслению. И это означает, что даже несмотря на то, что мы знаем, и у нас есть факты, подтверждающие нечто, это не гарантирует, что никто не будет в этом сомневаться. Например, в 1986 году в Германии, которая, как вы знаете или не знаете, но тем не менее это важно, подверглась деноцификации, то есть переживала довольно серьезную работу по слому этого нацистского самосознания, произошел так называемый спор историков. Что это такое? Вкратце, не вдаваясь в подробности. Это был спор, который должен был переосмыслить отношение к нацистскому прошлому. Одна из групп историков во главе с специалистом фамилии Нори, очень известный немецкий историк, задалась вопросами. Первое. Следует ли считать преступления нацистов беспрецедентными? Второе. Являлось ли утверждение нацизма следствием внутригерманского развития или стало результатом действия внешних сил? Третье. Стоит ли проводить сравнение нацистских преступлений и других злодеяний XX века? Четвертое. Должны ли потомки нести ответственность за содеянные их предками? Собственно, эта группа историков во главе с Нольтой считала недопустимым унижение национального величия и старалась не акцентировать внимание на ошибках прошлого. По их мнению, преступления нацизма были не слишком велики, по сравнению со всем тем, что происходило в принципе в XX веке. Во-вторых, они практически не отличались от аналогичных преступлений в других странах. Не все действия нацистов следует представлять как преступления, поскольку часть из них была направлена на реализацию каких-то благих вещей. Например, экономика Германии за счёт военного комплекса, наращиваемого вокруг вторжения в другие страны, действительно поднялась. И, наконец, некоторые преступления были обусловлены такими причинно-следственными связями, то есть происходили по таким причинам, что винить в этом нужно не конкретных людей, а организаций, партий, на крайний случай фюрера. То есть сами граждане Германии, бывшие очень в большом количестве участниками нацистской партии, ни в чём не виноваты. Ужас ситуации заключается в том, что этот спор носил политический характер, потому что был поддержан канцлером государства. Дело в том, что именно в конце 80-х Германия впервые задумалась о том, чтобы вернуться к вопросу о экономическом величии и занять первое место в вопросах национальной безопасности, а этому очень мешали воспоминания о нацизме. И такой комплекс вины, который был у всей нации. В результате в ведомстве канцлера пришли к выводу, что историческое сознание с акцентом на эту вину не принесёт никакой пользы Германии, и следовательно, от него нужно отказаться. Более того, в Берлине были организованы конгрессы, которые были посвящены годовщинам назначения Гитлера на пост рейхсканцлера через 50 лет после произошедшего. А министр культуры Земли Северной Рейн-Вестфалия профессор Херман Люби вообще заявил о том, что всеобщее замалчивание нацистского прошлого является гражданской обязанностью. Что это означает? Это означает, что несмотря на то, что всё человечество признало преступление нацизма, необходимо об этом молчать. И это должны делать простые граждане. В результате, конечно, верх в этом споре одержала другая точка зрения, но всё это очень симптоматично. То есть спустя полвека, тогда, когда по всему миру уже стали признавать наличие этого преступления, в самой Германии внезапно начали всё это переосмыслять. Можно привести примеры, которые нам с вами кажутся ближе. В России до сих пор нет официального подтверждения преступлений, которые совершались в ГУЛАГе, и официального осуждения того, что происходило в ГУЛАГе. ГУЛАГ – это главное управление лагерей, это огромная тюремная, колониальная, в смысле, исправительная колония и система, в которой побывала почти половина граждан Советского Союза в определённые годы. Более того, есть практически единственный достойно сохранившийся мемориальный музей истории политических репрессий в таком месте, как Пермь-36, это исправительная колония, которая была создана то ли в 43-м, то ли в 46-м году. Так вот, этот музей, единственный мемориальный музей такого типа, закрывают, и на его месте хотят, по слухам, создать музей работников лагерной системы. Вы понимаете, что, строго говоря, здесь смысл абсолютно переворачивается. То, что должно было быть памятью о том, как страдали все те, кто прошёл через эту систему, становится памятником охране и тем людям, которые совершали преступления. Ещё есть замечательная такая история, связанная с внуком Сталина, который сейчас активно действует, его зовут Евгений Джугашвили, он известен тем, что он подаёт в суды Москвы постоянные заявления с требованием возбудить уголовные дела против разных профессоров, которые являются докторами исторической науки. В чём проблема этих докторов наук? Они, не стесняясь, говорят о советской истории. Например, о пакте Молотова-Риббентропа, о расстреле польских офицеров советским НКВД в Катыни. И всё это, с точки зрения Джугашвили, является фальсификацией истории. Из-за этого нужно людей судить и, по мнению внука Сталина, вменять им уголовную ответственность, то есть их сажать. Но, как вы знаете, Турецкая и Азербайджанская республики официально так и не признали геноцид армян. Вчера, выступая перед довольно большой аудиторией, руководитель Турции заявил, что армяне вообще фальсифицировали всю историю. Сами в ходе событий 2015 года зарезали определённое количество, сколько-то тысяч, 200 тысяч, по-моему, турков, поэтому сами виноваты и, в общем, так им и надо. Например, в 90-е годы, как вы знаете, происходила Боснийская война после распада Югославии. Там было довольно много очень неприятных событий, связанных с боснийскими мусульманами, просто с боснийцами. Так вот, Международный трибунал ООН, Международный суд признал лишь частично уничтожение боснийцев геноцидом. То есть большая часть уничтоженных так и не считается уничтоженной несправедливо. Как вы понимаете, всё это не может не говорить о том, что мы в действительности в очень большой степени не верим в то, что это происходило. В общем, не верим не на уровне индивидуальном, а не верим даже на уровне организации. Третий, пожалуй, самый важный симптом, это довольно большой фрагмент речи, который можно описать одним коротким предложением. Травму можно узнать по сложностям, с которыми мы сталкиваемся, когда о ней говорим или когда слушаем всё это. Это в очень большой степени означает, что у нас нет языка для того, чтобы говорить о радикальных катастрофах. У нас нет языка, на котором мы можем нормально, беспроблемно говорить о каких-то массовых уничтожениях. У нас нет никаких способов давления на зрителя или на слушателя, которые приведут к тому, что действительно нам поверят. Даже доказательная база, если не работает, как мы видели до сих пор, то уж язык точно здесь не помогает. Поэтому в очень большой степени то, что мы видим, когда люди говорят о пережитом, это молчание, паузы, какие-то повторы, циклические речи. И всё это говорит об индикации травмы, о том, что мы здесь можем её найти. Сейчас я вам хочу показать один фрагмент фильма. Не знаю, может быть, кто-то его видел, кто-то нет. Он называется «Шоа». Это на юриде катастрофа. Это фильм, который в 1985 году был представлен французским режиссёром Клодом Лансманом. Он представляет собой документальный фильм о геноциде, совершённом в рамках Второй мировой войны. Но в отличие от многих других документальных фильмов, он не состоит из чего-то, кроме интервью. Это интервью с тремя группами людей. Первые – непосредственные участники геноцида. И они делятся на две категории. Это палачи и жертвы. И второе, или уже третье – это пассивные наблюдатели. Польские крестьяне, возможно, венгерские крестьяне или просто горожане, которые наблюдали за тем, что происходило с 1939 по 1945 год, и практически никак не участвовали позитивным образом в судьбах пострадавших. Обязательным требованием Лансмана была демонстрация этого фильма на национальных языках. То есть на языках тех, кто говорит. Там люди говорят на иврите, на идыше, на польском, на английском, на всех языках почти мира. И, соответственно, Лансман сам говорит по-английски и по-немецки, и его переводчицы и переводчики разговаривают тоже на разных языках. Этот фильм демонстрируется в лучшем случае с субтитрами, поэтому я вам буду зачитывать реплики, которые вы услышите. Симптоматично, опять же, очень знаково, то, что этот фильм был впервые показан в России несколько лет назад. Его не показывали в России, он не имел здесь хождения. Этот фильм занимает 9,5 часов, поэтому, как вы понимаете, довольно сложно посмотреть, и за один раз уж точно. Но, тем не менее, его важно смотреть, это важная часть нашего опыта того, что происходило в XX веке. Перед вами сейчас будет выступать выживший в Хельмана. Хельмана – это первый концентрационный лагерь, который был создан специально для массового уничтожения цыган и евреев. Его зовут Мордехай Подхлебник, он живёт в Израиле, ну, жил в Израиле в тот момент, когда были съёмки. Я вас прошу обратить внимание на одну очень важную деталь. Спикер, подхлебник, говорит дольше, чем его переводят. Это связано с тем, что он говорит, постоянно повторяясь. Он говорит наидыше. Он говорит, постоянно повторяясь. Это означает, что мы видим некую очень болезненную речь, а переводчик, соответственно, переводит только содержательную часть реплик. Итак, я сделаю потише, но вы будете слышать голос этого человека, для того, чтобы можно было услышать и меня. Что вы почувствовали, когда впервые выгружали трупы, когда впервые открыли двери душегубки, газовой камеры? А что мне оставалось? Я заплакал. На третий день я увидел мою жену и детей. Как видно, участников таких трагических событий крайне сложно вспоминать. Причем вы видите два фрагмента, которые в данном случае слиты вместе. Первый фрагмент отличается тем, что там постоянно есть настойчивая фиксация на улыбке, которая должна успокаивать говорящего. Сейчас он вполне счастлив, этот комфорт должен защитить его, даже в разговоре с ужасным прошлым. Поэтому он не многословен, изначально, потом начинает разговаривать, и потом в речи наступает много повторов. Он как бы гипнотизирует нас, всех как бы успокаивает и заставляет нас поверить в это внешнее спокойствие. Однако, когда вопросы становятся слишком личными, биографичными и конкретными, прорываются слезы. И слезы, зацикленность речи и паузы – это лучшие свидетели забытых воспоминаний. То есть мы считаем, что они забыты, психологи говорят о вытесненных воспоминаниях. И, соответственно, боли и травмы, которые переживает человек. Однако, именно разговор, именно речь, именно обсуждение болезненных воспоминаний имеет очень важное терапевтическое воздействие. Иными словами, чтобы выжить после катастрофы, чтобы знать, как нам дальше чувствовать себя более спокойно, чтобы присвоить травму как часть себя, то есть как часть нашего опыта, и, соответственно, чтобы в минимальной степени гарантировать, что это в следующий раз не произойдёт, нужно говорить, слушать, вести диалог с самим собой, и, что гораздо важнее, с другими. Вопрос заключается в том, кто может говорить, то есть кому мы можем доверить это право говорения о произошедшем. То, что вы видели, это, на самом деле, абсолютно героическая попытка проговорить собственную боль через нечеловеческую муку. В большинстве случаев люди, которые рассказывают о произошедших катастрофах, сталкиваются с недостаточностью речи. И жертвы, и палачи практически ничего не могут расшифровать из своих воспоминаний. Ну и, кроме того, жертвы, как вы понимаете, довольно часто не оставляют по себе никаких свидетельств. И эти свидетельства расшифровываются потомками. Насколько потомки корректно расшифровывают то, что нам осталось, это большой вопрос. Вот перед вами фотография дневника Анны Франк. Анна Франк – это голландская девочка еврейского происхождения, которая довольно долго скрывалась от нацистов, но в результате она и её семья практически полностью так или иначе были уничтожены. Дальше это дневник Тани, она на самом деле Савченко, это ошибка. Это девочка, которая практически пережила ленинградскую блокаду, была даже выведена из Ленинграда и скончалась от туберкулеза в одном из госпиталей. Это так называемые «Папины письма», это письма отцов из ГУЛАГа детям, недавно изданная книжка. На этой фотографии вы видите выморанные фрагменты, это лагерная цензура. И это письмо 1943 года, то есть уже идёт война. Вопрос того, как мы будем интерпретировать все эти источники, зависит от нашей ответственности, но это тоже не гарантирует единственного верного повествования, единственного правдивого, потому что на самом деле правда у каждого своя. Своя правда у коммуниста, у демократа, у либерала, у консерватора, у патриота. И, соответственно, в зависимости от того, во что человек верит, и что он считает корректным, мы здесь увидим разные расшифровки. Кроме того, как пишут философы и историки, которые занимаются XX веком, мы не можем полностью доверять всем свидетельствам, хотя, на наш взгляд, кажется, что он может быть более правдивым, чем вот эти заявления. Дело в том, что участники событий, как жертвы, так и палачи, находились не просто в непосредственной близости от происходящего, но и не обладали правом на принятие каких-то решений, кроме моральных. Иными словами, это объясняет то, почему часто палачи, то есть те, кто участвовали в событиях, связанных с геноцидом, говорят, что они невиновны, потому что они на самом деле лично никого не убивали, они подписывали приказы. Или да, они лично кого-то убивали, но только по приказам, а они давали присягу. Это же объясняет, почему многие жертвы никак не сопротивлялись и не могли сопротивляться. Вот буквально на днях пришла новость из Германии, там собираются судить Оскара Грёнинга, 93-летнего немца, бывшего эсэсовца, который осведенцами выполнял функции бухгалтера. Бухгалтер – это такое своеобразное наименование, он пересчитывал вещи, оставшиеся от заключенных, или те вещи, которые они привозили в лагерь. Его собираются судить. При этом известно, что он уже участвовал в разных процессах, но проходил только как свидетель. Теперь его будут судить, что называется, по-настоящему. Первое заявление публичное, которое он сделал, когда его задержали, он ни в чем не виноват. Он лично никого не убивал, он просто считал вещи. А что в этом такого? Это просто работа. И это говорит о том, что люди, пережившие грандиозные катастрофы, не могут сопрячь между собой то, что они пережили, то, что они могут рассказать, то, что захотят услышать, или то, что не будет вызывать сомнений, и то, что они и все остальные другие могут осмыслить. Эти три вещи с собой, друг с другом, очень плохо перекликаются. Иными словами, те, кого мы считаем участниками, практически всегда молчат. И мы не можем опираться на их свидетельства. Остаются так называемые вторичные свидетельства, то есть художественные и интеллектуальные представления катастрофы и травмы, или репрезентации. Эти фильмы, фотографии, книги произведены теми, кто пережил некоторый поколенческий разрыв с ужасающим прошлым. Не они участники, они дети, внуки и так далее, этих участников. Это разрыв между теми, кто катастрофы XX века непосредственно претерпевал и свидетельствовал, и теми, кто такого опыта не имел, но счет его личным вызовом. Известна такая замечательная фраза. Прима Леви, это итальянский химик, который оказался в лагере из-за своего происхождения. Он написал в своем дневнике, я хотел все видеть, все пережить, все испытать и сохранить в себе. Вот это в себе очень важно. Он не собирался на самом деле публично говорить. Но зачем, если я все равно никогда не смогу прокричать миру, что спасся? Просто за тем, что я не собирался самоустраняться, не собирался уничтожать свидетеля, которым могу стать. Вот это важно. Что по сути, те, кто не пережил травму, гораздо в большей степени говорят, а те, кто пережил, гораздо в большей степени замалчивают. Как разговаривают эти авторы художественных текстов или художественного кино, которые хотят нам рассказать о вот этих жутких катастрофах? В первую очередь, они начинают действовать через документальные фотографии и документальное кино. И прежде всего, методом эмоционального воздействия на публику, как бы методом шока. Эмоционально заряженные, визуальные всякие игры помогают тем, кто хочет разобраться в своей нынешней самости, ответить на вопрос, кто я теперь. Кто я теперь? Тот, кто знает все это, тот, кто все это переживает. И, в общем-то, они направлены на людей, которые хотят понять прошлое и хотят его понять через документальные свидетельства. Это очень удачная стратегия, это всегда работает. Почему? Во-первых, мы почти все здесь визуалы. Мы почти все гораздо проще воспринимаем информацию визуально, чем на слух. Я уверена, что слушать полтора часа того, что я рассказываю, довольно сложно. А те из вас, кто имеет опыт прослушивания публичных лекций, знают, что параллельно мы обычно копаемся еще в чем-нибудь, потому что мы привыкли к тому, что глаза должны быть чем-то заняты. Это означает, что то, как развивалась экранная культура в течение XX века, телевидение, ну, естественно, интернет, да, и визуальные способы передачи информации повлияла на наше восприятие. Мы больше верим визуальному довольно часто, тем более, если здесь еще есть какой-то аудиальный фон. Во-вторых, эмоциональный способ передачи информации заставляет нас сопереживать, испытывать эмпатию. Вот если бы я сейчас говорила гораздо более спокойным тоном, без модуляции голоса, таким серым, плоским, я думаю, что это было бы воспринимать менее просто, чем эмоционально заряженное повествование. Ну и, конечно же, когда вы слышите эмоционально заряженный текст, вы начинаете на него реагировать, причем реагировать, скорее всего, так, как хочет оратор, потому что он специально указывает те точки, на которые нужно реагировать. Ну вот как я только что. И, наконец, как заявляют исследователи документального кино, в частности, Олег Рансон, которого можно почитать, если это кому-то интересно, документальные изображения, в отличие от постановочных и игровых, по природе своей как бы запрограммированы на истинность изображаемого. Документалисты заявляют, ребята, сейчас перед вами будет какая-то съемка, которая будет настолько же реальна, как документ. Верьте нам, потому что все остальное – это художественные, смонтированные повествования. И это забавно, потому что, несмотря на то, что в документальном кино есть точно такой же монтаж, в документальном фотографии есть точно такая же постановка, как и в недокументальной. Документалисты всех мастей обладают определенными намерениями, у них есть план, как они хотят снять, у них есть, но если не сценарий, то, по крайней мере, четко прописанная технология того, что они хотят получить в результате. Они настаивают на реальности того, что они показывают, а зритель обычно не отдает себе отчета в этих технологических играх документалистов и абсолютно открывается документальному повествованию. В результате такой источник документальный становится для нас более читабельным. Мы ему доверяем, и мы доверяем ему очень большой степень вероятности. Это значит, что именно документальный обладает очень большими возможностями манипуляции нами. Мы ему верим, почему бы с нами не поиграть. Поэтому шоковое воздействие, которое оказывает на нас документальное кино, выглядит несравненно более глубоким, чем шок от просмотра игровых фильмов. Документальное значит настоящее. Однако давайте признаем, что просто факт демонстрации каких-то архивов, в частности новых архивов старых фотографий, не даёт гарантию рационального усвоения определённого материала и рационального переосмысления тех страданий, которые мы видим на этих фотографиях. Узнаваемые фотографии обычно являются не поводом для переживаний, и об этом довольно много писали. Но частью того, что общество решило сохранить по каким-то причинам. Мы все между собой договорились, что вот эта фотография, есть то коллективное воспоминание, которое мы хотим зафиксировать. Но это не живое переживание о том, что случилось. Это некоторое конденсация или интенсивное собирание некоторых общих идей о том значительном, о том значительном, что было в культуре, в обществе, в истории. И даже если изначально это вызывает какие-то сильные эмоции, потом эти эмоции проходят, остаются только присвоенные воспоминания. Например, я думаю, что многие из вас эту фотографию так или иначе видели, или по крайней мере знали о существовании. Это Освенцим, мемориал и не государственный музей Аушвицца-Биркинау. Это груда снятых с убитых пленников пар обуви. Это выставляется сейчас. Любой желающий, который приехал в музей, может это всё увидеть. Разве эта знаковая фотография, которая не снабжена особым комментарием, будет рассматриваться человеком, знакомым с историей, и не, например, включённым в те самые группы, которые пострадали в рамках Холокоста, как что-то большее, чем просто фиксация историй, художественная фиксация историй. А вот если, например, фотография незнакома, это поля смерти Камбоджа. После довольно больших чисток, которые проходили в Камбодже красными хмерами, мы уже удостоверили, что практически вся аудитория в них бы приняла непосредственное участие. Вот если фотография неузнаваема и даже снабжена каким-то комментарием, готовы ли мы отключить внезапно возникающий абсолютно нерациональный порыв к состраданию, всем пострадавшим, ради долгой и довольно мучительной рефлексии или размышлением над тем, почему это произошло, каковы предпосылки и так далее. Ну или, например, вот чудненькая фотография, это геноцид Туцци в Руанде. Это уже конец XX века. Разве можем мы утверждать, что эти документальные фотографии каким-то образом спровоцируют нашу трансформацию? Можем ли мы говорить о том, что мы действительно сопереживаем и сопереживаем рационально? В принципе, можем, но каждый из вас, хотите вы этого или нет, является ежедневным свидетелем постоянства возникновения таких кадров и рассуждений в новостных лентах и по телевидению. И это уже не шокирует. Более того, когда на днях господин Кадыров заявил, Кадыров это руководитель Чечни, напоминаю, что можно открывать огонь на поражение, если силовики из других ведомств пытаются провести спецоперации на территории Чечни, вот если мы к этому спокойно относимся, значит мы спокойно относимся к тому насилию, которое потенциально может нас всех захлестнуть. И мы по этому поводу не испытываем никакой фрустрации, никаких переживаний, не пытаемся каким-то образом избежать этого, мы к этому привыкли, как к нашей реальности. И это то, что касается документальной фотографии и свидетельств, которые, или высказания, которые это зачастую сопровождают. Что до документального кино, которое направлено на решение вопросов памяти и проговаривание травм, то оно тоже бывает довольно часто несвободно от идеологической подоплёки. Совершенно очевидно, что документальные фильмы, которые создаются для опровержения правоты какого-то режима, для рассказа об ужасах этого режима, несут в себе не только идею воспитания корректного отношения ко злу, идею того, что с этим злом нужно что-то делать, но и демонстрацию прелестей существующего положения дела, то есть того положения дел, в котором мы сейчас находимся, то есть нашей реальности. И, конечно, в фильмах разных лет этот эффект заметен в разной степени, но он всё равно манипулятивен, и он всё равно замешан на идее эмоционального воздействия на зрителя, на гипертрофирование эмоций и иррационального воздействия, которое это в себе несёт. Следующий наш маленький эпизод – это вот этот фильм. Это, я думаю, что для людей постарше, фильм довольно узнаваемый. Это «Ром. Обыкновенный фашизм». Фильм, который вышел в советские экраны в 1965 году. На этом установимся, пожалуй. Понятно, что никто не будет умалять достоинства этого фильма, но тут нужно учитывать несколько вещей. Во-первых, этот фильм был снят без оригинального материала, только на трофейном материале, и он был создан исключительно посредством искусственного монтажа, исключительно за счёт очень заряженной публицистической речи Рома. Кстати говоря, Рому отказал один из дикторов советского телевидения в озвучке этого фильма, он сказал, что он такой текст читать не будет. Этот фильм снят с очень большим педалированием определённого, личного фактически отношения Рома к происходившему, и там очень много различных смещений смысловых. То есть для того, чтобы продемонстрировать ужасы нацистского режима, Ром останавливается конкретно на неудачных кадрах Муссолини и Гитлера. Когда он говорит о самодовольно тупых фашистах, он показывает довольно часто просто массового человека, который в наших категориях, наверное, был всё-таки как-то виновен в происходящем, но не настолько, чтобы его так маркировать. И понятно, что он описывает зверства гитлеровского режима настолько ярко, что нам невозможно в них не поверить. Однако же это 65-й год СССР, и сегодня мы можем вполне себе осознавать, что зверство сталинского режима, который к тому моменту уже, конечно, был завершён, в некотором смысле как-то коррелирует, то есть соотносится с тем, что мы видим, когда смотрим на эти картины. И в некотором смысле нам понятно, что то, о чём говорит Ром здесь, как-то соотносится с практиками советскими. Например, запрета на определённые книги, например, репрессии в отношении определённых авторов. И нельзя сказать, чтобы это было исключительно фашистское, такое садистское удовольствие уничтожать культурные ценности. Это было вполне и в нашей родной стране. Понятно, что тогда это не могло прозвучать, хотя советские лидеры усмотрели критику государства в этом фильме. Но тем не менее сегодня вот эта критика, которая Ромом была, если и была, очень аккуратно туда вчитана, совершенно незаметно. То, как развиваются реваншистские настроения в России сегодня, и то, как мы наблюдаем эту логику российского Браула, праздновать 70-летие Победы, а также частичного, по крайней мере, одобрения Сталина как эффективного менеджера, конечно, свидетельствует о том, что этот фильм остаётся более чем актуальным. Его вполне могут показывать, когда речь идёт о образовательных каких-то практиках по отношению к обсуждению ситуации середины XX века. Но здесь идеологический посыл очень и очень важен. А вот другой фильм, который снят гораздо позже. Это фильм, вы сейчас увидите, это «Блокада Ленинграда» Набутова. Это 2000... Сказать, здесь есть очень мало каких-то исключительно идеологических высказываний, но то, как это сделано, это кино, тоже призвано манипулятивно воздействовать на зрителя. Здесь есть монтажные склейки. Недаром Набутов выбирает определённые кадры. Например, кадр улыбающегося фашистского пилота, который сбрасывает бомбы. Можем ли мы гарантировать, что это одни и те же кадры? Нет, не можем. Одновременно там есть довольно серьёзные обвинительные интонации в адрес именно немцев. И это очень важно. Я сейчас к этому вернусь. Ну и кроме того, здесь есть место биографическим рассказам свидетелей, которым мы не можем не сострадать в виде вот этих конкретных блокадников или конкретных защитников города. Что касается вот этого разговора о том, что это были немецкие армии, немецкие солдаты и немецкие лётчики, то это довольно некорректно в ситуациях современной геополитики. Я объясню, почему. Дело в том, что для зрителя автоматически совершается такой символический шифт или переход. «Немец значит фашист». И это довольно большая проблема, потому что мы уже 70 лет живём в ситуации, когда немцы, ну или, конечно, не 70, но какое-то количество лет, мы живём в ситуации, когда немцы являются нашими коллегами, нашими союзниками и так далее. Сейчас эта строгая привязка фашизма к немцам, а немцам к фашизму является некоторой проблемной. А кроме того, это создаёт совершенно ненужную героическую романтизацию вокруг пострадавших в войне и воевавших на определённой стороне, и, соответственно, ненависть к врагам, которая закреплена национально, не за режимом, а именно за определёнными нациями. И поскольку война Великой Отечественной, как она называется здесь, довольно часто является для граждан Российской Федерации первичной такой скрепой, которая нас всех собирает вместе, крайне неудобно, что это объединение всех строится на романтизации подвигов при изобвении идеи милости к падшему по любую сторону фронта. И так получается, что вот эти документальные визуальные источники, которые обладают шоковым воздействием, не гарантируют усвоение травмы, не гарантируют присвоение памяти о катастрофе. Напротив, они довольно часто актуализируют её, то есть говорят, что она продолжает иметь место быть. На мой взгляд, и я на этом настаиваю, именно игровое кино, полностью срежиссированное, полностью художественное, является пространством корректной меморизации, то есть корректного припоминания и диалога о прошлом. Можно, конечно, мне возразить, это будет вполне логично, что игровое кино, оно на то и игровое, что не претендует на истинность реплик, не претендует на отсутствие монтажа, а оно построено на метафорах, на свободных ассоциациях. Как мы можем ему доверять? И почему именно игровое кино должно научить нас жить после катастрофы? Во-первых, именно потому, что оно игровое. Для того, чтобы зритель, смотря это кино, начал воспринимать то, что там происходит на экране, как что-то серьёзное, ему нужно осуществить рефлексию, размышление, которое не всегда требует документальное кино. И вот это документальное кино, которое показывает мир, как он есть, освобождает человека от необходимости размышлять и переосмыслять. Во-вторых, игровое кино может по-разному предлагать вспоминать. Оно может предлагать голос вспоминающего разным персонажам и сторонникам разных взглядов. Оно может обеспечивать некоторую полемику и диалог тех людей, контрагентов, то есть участников диалога, которые стоят на совершенно разных позиций. И это создаёт разговорную реальность вокруг всех катастроф и всех травм. Мы начинаем их обсуждать, мы начинаем действительно создавать какие-то механизмы размышления об этом. И, наконец, это кино может шокировать нас не столько демонстрацией чего-то конкретного, сколько оптикой, тем взглядом, который предлагает кинематографист, тем способом разговаривать о травме и катастрофе, которые он называет легитимным, то есть вполне законным и обоснованным. Конечно, это же делают и люди, которые занимаются современным искусством, но мы сегодня разговариваем о кино. Первая стратегия такого шокового припоминания это то, что историки называют память игра или память отыгрывания, когда режиссёры раз за разом показывают то, что мы привыкли ожидать, когда нам говорят о каких-то шоковых событиях, катастрофах и травмах. Это подтверждение стереотипов, которые есть в наших головах. Это скорее кино о том, как нужно помнить, и это похоже на ту документальную фотографию, которую мы смотрели с вами, но здесь всё-таки игровой материал, поэтому у нас есть возможности для размышления чуть больше, чем в доке. Я думаю, что вот этот фрагмент никого не удивить. Вот именно этот. Это список Шиндлера. Это на иврите из Талмуда. Тут сказано, кто спасёт одну жизнь, спасёт весь мир. Ну, в общем, если кто-то захочет, конечно, досмотрите. Но вкратце, это такая историческая драма по роману Томаса Кеннелли «Ковчег Шиндлера», который рассказывает про Оскара Шиндлера, бывшего члена Энездап, то есть он был членом Энездапа до конца войны, который собирался на самом деле организовать производство и обогатиться на военном конфликте, но познакомившись с судьбами евреев, организовал огромную корпорацию по освобождению части евреев, которые находились в польских гетто, от заключения в пользу их работы на его заводе. И таким образом он спас 1200 евреев. И это, конечно, каноническая история. Собственно, в Израиле Шиндлер признан праведником, и это такое очень высокое звание, часто недоступное для неевреев и неиудеев. И это, конечно, фильм совершенно хрестоматийный, который доказывает, что существует нечто доброе, по-настоящему гуманное в каждом человеке, и что существуют такие герои, которые действительно помогают этому человечеству существовать, несмотря на все ужасы, катастроф. Но мы абсолютно чётко понимаем, что это кино построено на проговаривании представлений стереотипических о том, что происходило в рамках Второй мировой войны и в рамках Холокоста. Это не означает, что этот фильм недостойный, но это объясняет, почему этот фильм массовый, почему он является абсолютно классическим для разговора о катастрофах XX века, и почему он вызывает однозначные абсолютно эмоциональные отзывы. Ну или вот, например, ещё один фрагмент, совсем маленький. Это фильм «Пианист» 2002 года. Это «Полански». Это «Гетто». Понятно, что это должно вызвать у нас очень быстрый отклик и автоматическое понимание того, что да, это так было. На мой взгляд, гораздо в большей степени шоковое воздействие оказывают даже не такие фильмы, другая категория фильмов, которые, кстати, в меньшей степени связаны с демонстрацией чего-то непосредственно неприятного, агрессивного или того, что вынуждает нас ограничивать аудиторию. Это фильмы, где память является проработкой, где совсем нет места стереотипической оптики, где совсем нет места демонстрациям того, к чему мы привыкли, где вообще может не быть опора на исторические факты, максимум опора на какие-нибудь другие книжки. В этих фильмах не всегда можно предугадать сюжет, не всегда можно предугадать мотив и поступки конкретных персонажей. В некотором смысле перед нами фантазия, которая отсылает нас к идеям режиссёра и требует ответственного отношения от нас. Мы должны понять, почему режиссёр предлагает именно такую версию происходящего. И более того, этот голос он дополняет то, что в принципе давно уже приелось, а именно некоторые высказывания о том, как нам нужно вспоминать. Важно то, что таких фильмов на самом деле довольно много, они никак не ранжированы. То есть когда вы смотрите на какое-то превью или на какое-то описание того, что вам покажут, вы не можете знать, какой перед вами будет фильм. Там, где вам будут предлагать уже готовое знание, стереотипическое, знакомое, в принципе, к которому вы готовы прислушаться, или то, которое на самом деле окажется выламывающимся из стереотипов. Всё это можно узнать, только если вы посмотрите фильм. На самом деле, у меня их было тут ещё два, но я хочу, чтобы мы с вами ещё поговорили в рамках того времени, которое у нас осталось. Поэтому я просто посоветую, если кто-то из здесь присутствующих не смотрел, обязательно посмотрите фильм «Ночное портье» для аудитории помладше, желательно смотреть, конечно, со взрослыми, где рассказывается очень странная на самом деле история. История того, как спустя почти 10 лет после, даже 12 лет после уничтожения лагерей в одном из городов европейских встречаются жертва и палач. Палач встречаются в совершенно непредсказуемой ситуации. Он, палач, работает в партье, ночным партье в отеле, а она жена известного дирижёра. И между ними разворачивается целая драма, потому что оказывается, что их отношения в лагере, бывшие достаточно странными, заставляют их возвращаться к ним, поскольку они были очень сильными и наполненными. И фактически это разговор о фашизме и о нацизме, и об издевательствах, которые переживали все люди, задействованные в этой ситуации, как о чём-то бесконечно продолжающемся. И, собственно, фильм заканчивается со смертью главных героев. И он в довольно большой степени оказывается шокирующим просто по тому, что там показано, по его финалу, и по тому, как можно разговаривать о фашизме. Фашизм это ещё и оказывается и о любви, если можно так сказать. Но я вам хочу показать совершенно другой ролик, он покороче. И у меня к вам есть предложение. Я вам сейчас его покажу, а вы мне расскажете, что может быть шокирующим в этой оптике, что может вызывать шок у зрителя, когда он смотрит этот фильм. Это фильм «Мальчик в полосатой пижаме» 2008 года, он снят по одноимённой книжке. Рассказ следующий. Есть мальчик Бруно, который является младшим сыном большого немецкого фашистского чиновника. Этот чиновник назначен комендантом концлагеря, семья переезжает вместе с отцом, и там мальчик, которому очень скучно, убегает из дома на небольшой срок и прибегает к решёткам концлагеря и знакомится с мальчиком Шмуэлем, который заключённый в концлагере, с которым они начнёт общаться. Причём Бруно перед этим посмотрел пропагандистский фильм про концлагеря, который транслировался за рубеж. И в этом фильме показано, что там есть кафе, футбольные поля. И Бруно уверен, что Шмуля его знакомы и отлично устроены, потому что, во-первых, у них есть классные полосатые пижамы, которых нет у мальчика. А во-вторых, потому что там есть кафе, где можно самостоятельно ходить и развлекаться без родителей и так далее, и так далее. В результате происходит то, что происходит. Я бы хотел помочь тебе найти папу. Я тебе подвела, я тебе с нами. Ну, в общем, это практически конец фильма. Для того, чтобы у нас осталось хотя бы две минуты на вопросы, я хочу сказать, что на самом деле осмысление того, как это трагически влияет или как это шоковым образом отражается на нас с вами, это задача каждого зрителя. Я хочу лишь отметить вот что. Три года назад на базе музея Холокоста в Вашингтоне был завершен проект энциклопедии лагерей Гетто, в котором оказалось 42 500 мест, связанных с уничтожением разного рода людей, разных социальных групп в рамках Второй мировой. Я уверена, что никто из сидящих здесь не подозревал, что их такое количество. А это означает, что нашей памяти о социальных катастрофах, даже о самых титульных и самых символических, очень глубоко и недостаточно. В связи с этим, мне кажется, что каждый голос, голос каждого вспоминающего и взгляд каждого вспоминающего должен быть услышан. Субтитры создавал DimaTorzok